Параноидное расстройство личности. То есть расстройство личности – это что-то, как я уже говорил, то, что пронизывает все сферы психики, все сферы жизни. Тотально. Это на все время. Не расстройство, а устройство. Это личность такая. И если мы возьмем ось психических расстройств и посмотрим, с одной стороны будет, условно, невроз, то с другой – психоз. Чем мы добираемся, чем мы правее движемся к психозу, тем тяжелее ситуация. Вот слева, 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 самая левая часть шкалы – это какое-то паническое расстройство, которое мы с вами разбирали, или какие-нибудь монофобии, например, агорафобия, клаустрофобия. Какая-то единичная фобия. Чуть дальше, вправо мы движемся, там будет обсессивно-компульсивное расстройство. Это может быть тяжелым заболеванием. Иногда люди инвалидизируются, не могут работать, не могут выходить, но оно ближе к неврозу все-таки, чем к психозу. Еще дальше, в правую сторону, патологическое сомнение. Это особая форма обсессии, которая человека просто иногда с ума сводит, мучает, и люди страдают. Еще дальше – ипохондрия. Ипохондрия, причем бывает ипохондрический бред, но мы говорим про классическую ипохондрию. Это страх страшных болезней. Когда человек либо убежден, что эта болезнь есть, либо убежден, что что-то есть, но он не диагностирован и предпринимает постоянные попытки это найти. Еще дальше – дисморфофобия. Дисморфофобия – это убежденность. Это убежденность в том, что какая-то часть тела человека настолько несовершенна, что из-за этого вся жизнь человека подвержена страданию. Все дело в носе. Или в том, что грудь не того размера, например. Не знаю, или ягодицы. Или надо откачать жир из живота, и вот тогда все будет в порядке. Но потом оказывается, что все равно бедра нехороши, нехороши руки, нехороши плечи, нехороший нос, и нос никогда не может быть хорош, и так далее. Если не работать психотерапевтически. И вот ближе к психозам, где-то здесь, это параноидное расстройство личности. Дальше мы сдвигаемся, мы получаем уже психотические расстройства. На этой шкале параноидное расстройство личности. Это такой тип личности, который все время живет в особом, можно сказать, бредовом состоянии. Но этот бред не настолько выражен, как при шизофрении. И человек каким-то образом с этим бредом, с этой системой восприятия может функционировать в обществе. Хотя вот именно люди с расстройствами личности, это те люди, которые доставляют больше всего проблем себе и другим. Итак, что им свойственно? Суть вот этой параноидного расстройства личности. У них постоянная подозрительность и недоверие к другим людям. Они хотят мне навредить все время. Они злопамятны. Они склонны все относить на свой счет. Вот в подростковом возрасте бывает, когда люди относят все на свой счет. И, кстати, подростковый возраст в плане психического восприятия, это постоянные колебания. От невроза к психозу, от невроза к психозу. Но для подросткового возраста это норма. Когда, допустим, идет парень, девчонка впереди хихикает, он говорит, так, наверное, у меня ширинка расстегнута. Или, может, я пуговицу где-то косо застегнул, и рубашка наперекосяк, и, может, у меня нос уродский, или волосы немытые, что-то такое. Девушки точно так же страдают. Но для подросткового возраста вот эти периоды – это норма. А вот для взрослого человека, когда что-нибудь жжут надо мной, вот это, конечно, патология. И вторая их особенность – они чрезмерно верят в себя, что вот, если мы берем вот эти квадранты по Эрику Голланову, я окей, ты окей, я окей, ты не окей. То есть здесь я окей, а вы все не окей. Это вы проблемные, а я окей. Вот я единственный или один из немногих, с кем все в порядке. Вот они так считают. А все вокруг глупые, завистливые, жадные, хотят им причинить вред, потому что они такие хорошие, а им приходится от этого как-то защищаться. Они упрямы, примылены, они бывают очень активны, чрезмерно активны. Они склонны саму утверждаться. Они мстительны, обижаются и мстят потом, потому что нельзя допустить такого, чтобы тебя обидели безнаказанно. И, конечно, у паранойи есть вот это вот функционирование внутренней психической динамики. То есть они сравнивают себя с другими, убеждаются в несправедливом отношении к ним, без зависти или унижения, или измена. Причем это, конечно же, только здесь. Это усиливает подозрительность. Как же это же происходит? Идея формируется, укрепляется. Они боятся того, что им нанесут вред или, в конце концов, вообще уничтожат. И тогда они вынуждены доминировать, чтобы, конечно, избежать этого страха уничтожения и вреда. Но как только они стремятся доминировать, доминирование – это постоянное сравнение себя с кем-то, где я нахожусь, на вершине или нет. Они опять сравнивают себя с другими, и вот этот порочный круг замыкается. Порочный круг замыкается. Вот здесь я вам хочу рассказать еще один кейс. Люди с параноидным расстройством личности, они не могут так себя вести. Но этот кейс не совсем про параноидное расстройство личности, он, скорее всего, про органическое изменение головного мозга. История. Обращается ко мне женщина. И я вспоминаю, что она была у меня уже сколько-то лет назад. И проблема одна и та же. Она замужем за мужчину. Причем они уже так, скажем, в возрасте. Ей что-то за 50, ему уже ближе к 60. Это тогда было. И я помню, что она несколько лет назад обращалась. Проблема – ревность. Обращается повторно. Проблема усилилась. И эта ревность доходит до бредового состояния. Она говорит, с ним невозможно просто. Пошли мы с ним в кафе недавно. Я, понимаете, пошла помыть руки. Я возвращаюсь, подходит акциан. Он смотрит на нас, здоровается, улыбается, что-то предлагает. И он мне устраивает дикую сцену за то, что он мне улыбается. Это означает, что когда я ходила мыть руки, значит, я успела ему изменить с ним там в туалете. За три минуты. И его никак не переубедить. И это, говорит, ужасно. С ним просто невозможно ничего делать, никуда ходить. Если на меня кто-то смотрит, значит, я с ним трахалась. Если на меня никто не смотрит, я все равно с кем-то трахалась, только от него это скрываю. Вот такая тяжелая история. Как правило, они сами не обращаются. Обращаются их близкие или родственники. И картина, кстати, здесь, это Эдвард Мунк. Картина называется «Ревность». То есть, человек подозревает, что другие, скорее всего, супруга или возлюбленная ему изменяет. То есть, другие причиняют вред. Что в конкретном случае еще было интересного? Его возраст, как она говорит, это мужчина с большим повышенным весом. У него преддиабет, у него повышенное давление. Конечно же, он не лечится ни от того, ни от другого. Он любит обильно поесть, жирное, сладкое, любит выпить. И, конечно же, что у него, как это говоря, литературным языком, он не очень-то способен к сексуальной активности. И, как правило, особенно в случаях ревности, то, что человек сам не может, но хотел бы, он приписывает другим. Так вот, весь этот соматический анамнез, его вес, его питание, возраст, давление, это, скорее всего, у него довольно выраженный атеросклероз, органические изменения головного мозга. И на фоне органических изменений, те черты психики, которые были, они заостряются. Возможно, что у него вот это параноидное расстройство было, и оно просто усилилось на фоне этой органики. Может быть, это органическое бредовое расстройство. Но проявляется оно абсолютно одинаково. Так что вот это такой бред, который уже невозможно разрушить никакими аргументами. То есть, если ты оправдываешься, ты виноват. Если ты не оправдываешься, ты тоже виноват, потому что даже не оправдываешься. Если нашли признаки измены, хоть какие-то, хоть косвенные, ты виноват. Если признаков измены не нашли, ты виноват, потому что ты их прячешь. Все. Ты очень хорошо все спрятал. Логика не работает. Что делать в таких случаях, если органика? У органиков, кстати, часто бывает бред. Или бывает бред, вот этот бред у пожилых родственников, особенно пьющик и с давлением. Опять же, это указание на атеросклероз. То есть, вы хотите моей смерти забрать мою квартиру. Единственная ценность. И начинается там подозрительность, переписывание наследства, переписывание завещаний вот этих непонятно на кого или на чего. Что делать? Вот если они сами обращаются. Нужно лечить основное заболевание. Мы, может быть, не можем атеросклероз вернуть в исходное состояние, но можем хотя бы остановить его прогрессирование. То есть, там, конечно, все вот это скучное, не дающее вау-эффекта. Очень неприятное, нудное, но полезное. Диета, контроль давления, физическая активность, свежий воздух и так далее, и так далее. Ну, конкретно в том случае, женщина спрашивает, что делать? Я говорю, ну, он сам хочет лечиться. Я ей это объясняю. Она говорит, да нет, конечно, он мне никогда не пойдет. Она говорит, не то, что к психотерапевту не пойдет, но к обычному доктору не пойдет. Я говорю, ну, тогда вот вы уже ко мне приходили? Она говорит, да. Я говорю, может быть, вы еще ко мне придете через некоторое время. И мы с вами опять будем обсуждать эту историю. А может быть, он вас побьет или убьет в порыве ревности. Смотрю, на лице что-то меняется. Я думаю, так, наверное, он прикладывал руку. Потом она говорит, да, он меня уже несколько раз ударил. Я говорю, ну, вот видите, ситуация ухудшается. Его ревность растет вместе с тем, как его сексуальные способности снижаются. Его ревность растет. Его заболевание, основное состояние прогрессирует. Его паранойя усиливается. Я говорю, вы всегда будете виноваты. Неужели никак его нельзя вылечить? Я говорю, можно. На самом деле можно. Сергей Владимирович, ну, как же, чем же? Я говорю, ну, либо какой-нибудь яд, который не определяется обычными лабораторными способами. Я говорю, 9 граммов свинца, который на высокой скорости, в черепную коробку или в грудную клетку. Я говорю, вот, радикальное лечение. Все остальное не поможет. До нее доходят. Она говорит, только так. Я говорю, только так. Да, больше никак. Ну, либо нужно его оставить каким-то образом, пусть он там справляется, но без нее или не справляется. Хотя, если она его оставит, конечно, он будет ее преследовать, но это уже другой вопрос. Она говорит, нет другого выбора. Другого выбора нет. Увы, увы. Паранойки, они такие. Предпринятые попытки решения при параноидном расстройстве. Человек находит доказательства, что другие хотят нанести вред. Он наблюдает, подозревает, следит. Он пытается контролировать вот эти все. Ну-ка, покажи телефон. Геотрекеры. Особенно то, что касается ревности. Отчет. В пройденном дне обнюхивания вплоть до этого. Агрессия, конечно же. И превентивная защита. То есть они, исходя из своей картины мира, ожидая того, что им могут нанести вред, они решают нанести вред сами. Лучшая защита – это нападение. И, конечно, у них тенденция к избеганию ответственности. Нет, это не я, это они. Со мной это все в порядке. Это вот эти сволочи хотят мне изменить, забрать мои деньги. Они хотят украсть мои результаты научных исследований. Они хотят меня подставить в карьере и так далее, и так далее. И вот с ними, когда они все-таки обращаются в психотерапию, в какой-то степени возможно.